Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне и в этом видео продолжим разбирать дефекты хлеба. Дефекты это то, что вы можете видеть своими глазами в результате выпечки, либо ощущать на вкус, либо другими органами чувств, например, на ощупь. Вы достали хлеб после выпечки и увидите что-то с ним не так. Давайте разберемся в причинах. Во-первых, поставьте лайк этому видео, чтобы больше домашних пекарей увидели этот разбор. Ну а мы с вами начнем. Например, ваш хлеб слабо растет, при брожении очень долго бродит. В рецепте дано, например, 4 часа, а у вас там за 8 часов не произошло увеличение хлеба. Он не растет при выпечке. После выпечки вкус вашего хлеба вам не нравится. Он либо слишком кислый, либо вообще отдает посторонними вкусами. Имеет, например, горечь. Ну а на разрезе вы видите большие поры, неравномерные, толстые перегородки. Какой-то мякиш плотный вокруг этих больших дыр. И вообще, в целом, хлеб тяжелый, низкий, плотный и невкусный. Это мы все о пшеничном. А если говорить о ржаном хлебе, то вы можете наблюдать у него липкий мякиш, очень мелкую пористость, очень слабый подъем. Он как бы такой плотный, какой-то тяжелый. И даже после выпечки вы его вынимаете, берете в руки и понимаете, что он тяжелый. Это значит, что и в том, и в другом случае, и для пшеничного, и для ржаного хлеба проблема лежит в самом корне, в самой закваске. У вас слабая закваска. Слабая закваска не дает нормальный подъем и не дает активное брожение тесту. Как понять, что ваша закваска слабая? Ну, во-первых, вы можете увидеть все вот эти признаки, о которых я уже сказала. А во-вторых, понаблюдайте за своей закваской. То есть, если ваш хлеб остается тяжелым, плотным, мелкопористым, каким-то недораскрытым после выпечки, первое, с чего нужно начать, это с работы с вашей закваской. Посмотрите, как она поднимается, как она разрыхляется, насколько активно она это делает. Пшеничная закваска за время от 6 до 10 в среднем часов должна подниматься в 3 и более раз. Разрыхляться при этом, пахнуть приятно, иметь легкий кисловатый вкус и бежевый цвет. Не серый, не коричневый, не расслаивается. А большую пористость, легкую текстуру, бежево-кремовый, либо белый цвет. И пахнуть ароматно, нежно и слегка кисло, напоминая свежий кефир. Ржаная закваска имеет более ярко выраженный аромат, более насыщенный, кислый, похожий на запах сливы, либо других кислых фруктов. При этом она тоже разрыхляется, увеличивается, правда, не в 3 раза, а раза в 2. И этого достаточно. И тогда ваш хлеб будет вкусный, ароматный и очень нежный. Итак, если вы видите плотный мякиш, низкий подъем, ваш хлеб долго бродит, имеет, кстати, разрывы при выпечке, остается тяжелым, низким, приземистым, а иногда и очень бледным после выпечки, значит, проблема лежит в самой основе, в качестве вашей закваски. Сделайте вашу закваску активной, как это делать, я уже рассказывала, оставлю ссылки в описании, и тогда ваша выпечка станет непременно очень вкусной, ароматной, пышной и душистой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пускай этот сюжет увидит больше домашних пекарей, и их становится больше. Ну, а мы с вами продолжим печь и испечем еще очень много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok